здравствуйте друзья я попрошу светлану зачитать вопрос из распечатки нашей я прочту только кусочек вопросов сам вопрос довольно таки длинные там объясняется что зачем почему но вопрос сам есть такой есть возможность бесплатно выучиться на инженера специальность промышленная электроника если в америке потребность люди с таким образованием и будет ли это образование плюсом если я все равно захочу связать свою карьеру с программированием или тестированием подожди сколько лет парнем мальчика то есть речь идет о выборе конкретной профессии насколько она применима в сша но все таки на самом деле тот контекст который ты упустил он важен потому что мы в контексте все-таки отвечаем обычно давай что он прошел курс который у нас на ютюбе выставлен на русском языке а где живет он живет иванова его зовут сергей 25 лет уже стал искать там профессию тестеры но он работает сами по профессии горный электромеханик тоже технарь но со среднепрофессиональным образованием и тут же возникло желание получить вышку вышку очевидно высшее образование уехать учиться в вашей школе вот вопрос мой связан с высшим образованием чего мог бесплатно может получить вот образование специальность промышленная электроника и спрашивает таким образом это конвертируется в программирование тестирования я помню этот вопрос он мог бы выучиться и на компьютер сайвис потом деньги что тут сказать значит все на самом деле определяется тем поскольку это все в контексте иммиграции идет правильно все это идет в контексте того как он попадет в сша если он приехал с грин карты в кармане да то с этим образованием или без этого образования и даже со своим технику вам если он где-то подучился программировать он будет работать программистом у него никаких проблем принципиальных не возникнет но если он хочет с помощью этой профессии легализоваться в стране получить рабочую визу там и так далее то конечно правильнее ему было бы закончить там будет даже платная но на компьютер сайенс и поработать в этой индустрии вообще на самом деле понимаешь тут что получается когда парню 25 лет то получать по полное образование высшее да это когда он его закончится к тридцатнику что ли как-то это не это немножко меня смущает но давай ответим так потому что нам нужно на вопрос ответить если он окажется в соединенных штатах с разрешением легальным на работу и неважно как он его получил то ли он женился то ли он выиграл green карту в лотерею то ли он получил политическое убежище ли там на пути к получению политического убежища он получил разрешение на работу если у него есть разрешение на работу то абсолютно любое образование значит и его сгодится и даже промышленная электроника если там бесплатно но плата бесплатно но так как случае если время все равно идет он пока еще не в сша пусть учится если бесплатно вот и промышленной электроника все таки это сайенс это такая наука где много физики где я не забуду это мне химия какая-то но все таки там физика и может быть там даже какие-то элементы есть там кодирование программирование из этом двоичного какой-то там или может там на языках более высокого уровня но что-то такое там должно было бы быть я уже не говорю о том что промышленная электроника я не знаю что они изучают там в иваново по специальности промышленных троников но вообще это очень большой бизнес очень большой бизнес и конечно сейчас в сша выводят из страны вот эти вот эти вейферы которые делают чипы их пытаются куда-то скинуть там в таиланд в тайвань вот вот туда но тем не менее есть много мест стране где люди работают и очень хорошо зарабатывают там и так далее поэтому специальность хорошая по-любому и если все равно денег нет платить за компьютер science конечно лучше промышленный троник чем чем ничего такого вот я бы так сказал и я не скажу за программирование но в тестере он успеет всегда и абсолютно с любым образованием лишь мозги работали и английский бы его не подвел значит там проблем особых не будет счастливо